Уважаемые коллеги, давайте начнем наш сегодняшний мастер-класс. Он называется «Организация производства продукта на стороне или на своем предприятии». Несколько слов о центре. Это центр-специалист, приемгует имя Баумана, руководитель Дмитрий Юрьевич Гудзенко, руководитель центра «Белорусско-Савеловский», где проходит большинство моих семинаров, мастер-классов, Пичугина Ольга Владимировна. Несколько слов о себе. Я являюсь бизнес-тренером по инвестиционному анализу и оценке бизнеса, обладаю опытом постановки систем инвестиционного планирования в крупных холдингах, автор и ведущий целого ряда тренингов, направленных на развитие навыков инвестиционного анализа. Опыт проведения бизнес-тренингов 12 лет, опыт работы в области анализа инвестиций 20 лет. План сегодняшнего занятия мы с вами на чистом формате модели Excel попробуем сформировать логику экономического эффекта указанного типа проектов, производства продуктов у себя или на стороне, рассчитаем денежный поток и оценим экономический эффект проекта с помощью показателя чистого дисконтированного дохода. Логика расчета экономического эффекта проекта. Оценка стоимости продукта на стороне. Далее перейдем инвестициям в производство продукта у себя на предприятии. Далее оценим стоимость продукта на своем предприятии. Сформируем экономию от реализации проекта. И далее перейдем к оценке эффективности проекта, вот указанного типа проекта. Расчет денежного потока. Инвестиции у нас формируются со знаком минус. Далее идут различные виды доходов. Либо это маржинальный эффект, либо, как в нашем примере, экономия. Далее сочетание инвестиций, доходов формирует кэшфлоп, поток денежных средств, который подвергается дисконтированию, оценке экономического эффекта. Показатель чистого дисконтированного дохода в Excel – это функция ЧПС. И два аргумента. Первый – ставка дисконтирования. Второй – диапазон чистого денежного потока. С первого по последний год на всем горизонте расчета проекта. Критерий принятия проекта. Проекта нужно, чтобы показатель NPV, Net Present Value, или чистая приведенная стоимость, был не меньше нуля. То есть он должен быть больше или равен нулю. Расчет эффекта проекта с помощью показателя чистого дисконтированного дохода. Горизонт. Расчет проекта составляет пять лет. Известны следующие данные по проекту. Инвестиции в первый год составят 1,3 млн. Во второй год – 1 млн. Стоимость продукта на стороне составляет 5 млн. рублей. Стоимость продукта у себя составляет 4,1 млн. Ставка налога на прибыль равна 20%. Ставка дисконтирования равна 12%. В задании требуется найти эффективность проекта с помощью показателя чистого дисконтированного дохода. Как мы с вами будем действовать? На всех моих занятиях мы, собственно, оперируем различными вычислениями в формате Excel. Вы знаете, что у нас центр специалистов, аторизованный центр Microsoft. Поэтому очень важно, чтобы при расчете экономического эффекта проекта мы владели различными навыками моделирования, анализа данных в среде Excel. Например, подбор параметра, поиск решения, подстановка данных и так далее. На наших занятиях мы требуем, чтобы необходимые входящие данные по владению Microsoft Excel составляли первый уровень, согласно градации центра специалистов. То есть, что мы с вами делаем? Мы с вами попробуем сформировать денежный поток на каком-то условном примере. Условно 2019 год, 2020, 2021, 2022, 2023 год. И необходимые параметры. Стоимость производства продукта на стороне. Стоимость производства продукта у себя. Экономия. Необходимые инвестиции. Далее. Операционный эффект. Налог на прибыль. чистый денежный поток то есть основная моя логика еще раз повторюсь чтобы мы с вами могли свободно моделировать в среде x когда у вас под рукой не каких-то специализированных программных продуктов вам нужно принять какое-то предварительное инвестиционное решение командировки вы находитесь или где-то на выезде на какое-то предприятие если ты исходные данные есть excel вот собственно что мы с вами и делаем и давайте условия нашей задачи инвестиции у нас известно в первый год миллион триста во второй год миллион давайте с вами перейдем в excel минус 1 300 минус миллион далее собственно возникает после того как мы с вами поставили наши инвестиции на 0 первый счет делается результирующая проводка 901 кредит 08 присваивается инвентарный номер купленному оборудованию в рамках наших инвестиций возникает экономический эффект если бы мы не сделали инвестиции то было бы то то а если мы сделали инвестиции то будет тот вот основная логика данные у нас смотрим 5 миллионов рублей это производство продукции на стороне и 4 100 стоимость производства продукта у себя экономический эффект будет 900 данные подобраны простые чтобы собственно нам в рамках мастер-класса показать наглядно это понятно что мы здесь взяли только часть параметров если и потребность в оборотном капитале если налог ндс понятно что в рамках полного курса 20-часового разработка бизнес-плана мы этим всем будем заниматься но чтобы вам почувствовать собственно вот игру цифр логику расчета мы с вами на условном примере это разберем далее формируем операционный эффект экономию прибавляем инвестиционный поток ведь что минус 1 300 минус 1 и далее по 900 налог на прибыль у нас 20 процентов умножаем на 0 2 ну соответственно здесь будет 0 здесь будет 0 100 умножить на 0 2 1 300 равно 900 минус 180 и мы с вами сформировали денежный поток ставка дисконтирования у нас равна 12 процента 12 процентов далее коллеги идет блок показатели эффективности мы сами говорили что показатель чистого дисконтированного дохода это функция чпс давайте ее найдем чпс первый аргумент ставка дисконтирование далее диапазон чистого денежного потока я акцентирую ваше внимание что не дисконтированного потока как наиболее часто встречается в ошибочном расчете показатели эффективности не кумулятивного потока именно чистого денежного потока который подвергается дисконтирования по ставке дисконтированного вы видите что показатель эффективности показатель чпс пиви пиви равен минус 579 31 это значит что при указанных исходных данных у нас проект не окупаемый что в таких случаях делается мы с вами подробно будем разбирать различные отстройки эксель которая будет вам помогать моделировать денежный поток различные сочетания параметров но на более сложных курсов вы знаете в линейке еще есть инвестиционный анализ для профессионалов кто непосредственно разрабатывать сложные экономические модели формирует портфели проектов промышленных холдингах инвестиционных банках там мы собственно будем смотреть поведение отдельного инвестиционного расчета конкретного проекта в портфеле проектов как проводить зону отсечения наилучших инвестиционных решений что такое ограничение по выделению денежных средств на очередной финансовый год как портфель себя ведет в множестве проектов но это более сложное решение пока собственно вот мы говорим что мы будем рассматривать на курсе разработка бизнес-плана есть такая надстройка данные анализ что если подбор параметра то есть мы устанавливаем в ячейке c13 ну например значение 0 что вывести проект 0 это при какой ставке дисконтирования например мы должны действовать то есть ведь у нас при заданных параметрах ставка дисконтирования принимает отрицательное значение что не может быть поэтому собственно вот за счет ставки дисконтирования при данных исходных параметров стоимость продукта на стороне 5 стоимость производства у себя Мы с вами не можем оптимизировать. Возвращаемся, дальше ищем инвестиционное решение. Давайте попробуем оптимизировать за счет снижения инвестиций в этот проект с этими исходными данными. Что мы с вами делаем? Данные, анализ, что если, подбор параметра, установить значение 0, изменяя значение инвестиций. Давайте, например, во второй год возьмем. Вы видите, чтобы нам вернуться в нулевую отметку, нам нужно снизить с вами инвестиции с минус 1000 до минус 273,319. Тогда, собственно, у нас инвестиционный проект, эффективность его будет равна нулю. Давайте с вами, например, возьмем значение, установим положительное значение. Например, ваш акционер или управляющий инвестиционный директор компании требует, чтобы NPV проект, например, было плюс 100. Подберите таким образом параметры. Минус 579, устанавливаем 100, изменяя значение ячейки инвестиций. Вы видите, что, чтобы обеспечить необходимую эффективность, вы должны снизить ваши инвестиции до отметки 147 второго транша инвестиционного планирования, 147,879. Итого, все ваши инвестиции в проект, выделяем две ячейки, должны составить не более минус 1 миллион 447,878. Вот так подбирается параметр. У вас могут быть ограничения. Вы, например, это оборудование не сможете купить дешевле, чем оно сейчас стоит на рынке. Тогда, собственно, оперируете стоимостью производства продукта у себя. Сможете ли вы добиться более сильного снижения по сравнению с ситуацией, когда вы покупаете компонент или продукт на стороне? Может так получиться, что никакие параметры больше нельзя оптимизировать. Тогда, значит, этот проект в указанных исходных данных при такой сумме инвестиций, при таких параметрах экономии не имеет своей эффективности. Нужно пересматривать логику проекта, искать более выгодное решение, оптимизировать таким способом денежный поток, что купить оборудование, которое большую экономию дает, добиться оптимизации ставки дисконтирования у вас в компании. Для этого нужно изучить стоимость заемного капитала, стоимость собственного капитала и попытаться снизить ставку ВАК, по которой обходятся проекты вашей компании. Условный там подбор ее может быть. Давайте вернем обратно в исходное состояние. Прежде всего, ставка, например, 8%. Видите, что даже 8% не позволяет, мы говорили, что минус 2%. А если бы, например, мы подобрали с вами такое значение, что это бы обходилось, например, минус 500. Второй транш, все инвестиции минус 1.800. Чтобы вам показать, 10.8. Видите, сколько примерно. Или можем точно при этих параметрах, опять же, данные, анализ, что есть ли подбор параметра, установить в ячейке 0, изменяя значение ставки дисконтирования. То есть давайте с вами сделаем вот так вот. Два знака после запятой. Это означает, что ваша ставка дисконтирования не должна превышать 6,97. Давайте, например, возьмем 6,98. Вы видите, что показатель NPV снова становится отрицательным. Вот так, собственно, осуществляется моделирование, подбор различных параметров расчета. Что вы еще можете сделать? Вы можете назвать, например, вот это. Оптимистичный сценарий. Вы видите, например, вот так его. Что вы делаете? Выделяете эти показатели. Копировать. Ниже вставляете. Вставить. Ну, еще два сценария. Вставить. Оптимистичный сценарий. Пессимистичный. Сценарий. И нейтральный. То есть, собственно, у вас будет меняться логика продаж, логика входящих инвестиций. Если у вас оптимистичный, например, соотношение 5 миллионов закупка на стороне. И стоимость производства у себя 4.100. Ну, например, пессимистичный. Это будет, например, условно говоря, 4.200. 4.200 экономии. Вы видите, всего будет по 100. Вы видите, тогда и, собственно, убыток минус 1.468. Здесь всего у нас минус 0.47, 1.468. И нейтральный сценарий где-то посерединке будет, условно говоря, например, 4.800. Все время готовьте, собственно, сочетание различных сценариев, вашей презентации результатов. И при различных рыночных условиях поведения проекта на рынке вы сможете представить полную картину. И дальше уже нужно на инвестиционном управляющем тете обсуждать, с каким проектом, с каким параметром будем выходить на рынок. Это окупится, либо бизнесмены, акционеры, компании понесут убытки. Соответственно, по 700 будет. Видите, где-то получается посередине. Минус 367, минус 0.47, 367. И посередине сценарий будет нейтральным между двумя значениями. Павел, вы все видите на экране, вам все понятно? Может быть, вопросы какие-то есть? Задавайте в бегущую строку. Уважаемые коллеги, вот, собственно, это какой-то простейший элемент расчетов, который мы будем рассматривать на нашем курсе, который у нас с вами стартует в субботу, 23 числа. Мы будем заниматься с вами 3 субботы по 7 часов. И, получается, мы с вами пройдем следующие модули. Мы начнем с вами, что такое бизнес-план. Посвятим этому 2 часа. Сбор информации, алгоритм расчета бизнес-плана 8 часов. Третий важный модуль. Финансовая эффективность бизнес-плана. Вот предварительные расчеты мы с вами сегодня во время нашего мастер-класса накидали. Чем мы будем заниматься, понятно, что это будет более сложный расчет. Там будет оборотный капитал. Там будут различные дополнительные параметры, текущие капитальные ремонты, амортизация, что входит в правила формирования денежного потока. Далее анализ рисков бизнес-плана, анализ чувствительности. Какие будут максимальные и минимальные отклонения от базовых параметров расчета. Основа презентации и проверки бизнес-плана. Проверка финансовых условий бизнес-плана – это определенное сочетание между показателями его эффективности, показателями NPV, IRR, PI, срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. То есть, определенные условия сходимости экономических расчетов, по которым мы, собственно, будем смотреть эффективность нашего проекта. Уважаемые коллеги, курс поможет письменно формулировать свою бизнес-идею или идею вашего проекта, с которым вы выходите на рынок, составлять и презентовать план, рассчитывать основные финансовые показатели, делать доработки по результатам презентации и защиты, повысить эффективность управленческой работы участников курса. Место курса в цепочке курсов – центр специалист по направлению финансового менеджмента. Смотрите, пожалуйста. Базовый курс – это основы экономики для руководителей, менеджеров и специалистов. Специалисты со знанием после этого курса мы рекомендуем переходить на курс основы инвестиционного анализа. Далее – инвестиционный анализ для профессионалов. И, собственно, это необходимая подготовка для подготовки и защиты бизнес-плана компании. Когда вы готовы финансово провести необходимые расчеты, обосновать вашу экономическую идею, потому что сами понимаете, что при презентации на инвестиционном управляющей комитете банка у вас будут спрашивать цифры. Вы понимаете, как ведет себя изменение экономических показателей проекта? Понимаете, чувствуете эти цифры? Затраты до проекта, после проекта, ставки дисконтирования, расчет ставки дисконтирования для вашего бизнеса. Нужно будет пояснить все экономические расчеты. Далее. Курс будет полезен для групп слушателей, начинающих свое дело, опытных владельцев бизнеса, руководителей, открывающих новое направление или планирующих привлечь заемные средства под свои проекты, коммерческих директоров, начальников и сотрудников отдела маркетинга, менеджеров и руководителей проекта, специалистов по планированию, бизнес-аналитиков, начальников отдела продаж. Документ об окончании свидетельства, об окончании курса. Если у вас есть программа повышения квалификации, то выдается удостоверение наряду с другими курсами. Серсифика центра специалистов, как авторизованного центра Microsoft. Ближайшая дата курса 23.03.19, это суббота, в 10 часов. Центр Полежаевский. Может быть у вас какие-то вопросы есть? Спрашивайте. Сейчас разрешите. Так, ну, собственно, необходимые данные по мастер-классу дал, то есть какие у вас вопросы есть? Спрашивайте. Вопросы вот, насколько глубоко. Вы сейчас, в общем, вот сказали, да, насколько глубоко мы будем разбирать выбор, например, ставки дисконтирования, насколько глубоко, потому что там много методов выбора. Или мы какие-то будем конкретные, скажем, там. Смотрите, вот для того, что вы спрашиваете, это есть курс основы инвестиционного анализа. Если вы по программам смотрели предварительно, то есть там мы, собственно, начинаем с принципов финансовой математики, методов расчета ставки дисконтирования, различных соотношений вариантов расчета проекта, поведения ставки дисконтирования, то есть с учет с инфляцией, без инфляции, с учетом различных горизонтов расчета, для принятия инвестиционных расчетов в будущем, в настоящем. Далее переходим к изучению показателей инвестиционного проекта. Например, показатели NPV, сильные и слабые стороны, показатели ARR, сильные и слабые стороны, логика расчета в Excel, внутрь показателей. Знаете, что? Потому что мы сталкиваемся с тем, что эти показатели применяются, но значения их объяснить не могут на защите. После того, как мы изучим входящие параметры, мы предполагаем, что если вы идете на курс разработки бизнес-плана, вы понимаете, как рассчитываются эти показатели. Мы занимаемся уже конкретно разделом бизнес-плана, написываем продукт, с которым предприниматели выходят на рынок. То есть это отдельный курс, правильно? То есть это основа инвестиционного анализа. Это один курс, а бизнес-план у нас в другую. А в данный момент мне было интересно, знаете, что вы привели пример, то есть данный мой предъезд связан с тем, что выбор ауксусин по площадке и в собственном производстве. У меня вот именно вот эта вот полная ситуация. Типологизацию этого проекта мы разберем на разработке бизнес-плана, но я хочу сказать, что подробно разберем этот расчет, но вы должны понимать, вот, собственно, идя на этот курс, что вы разбираетесь в этих показателях, что вы, например, обладаете программой курса в знаниях, основы инвестиционного анализа, что мне не придется на этом курсе вам объяснять, что такое показатели NPV, что такое показатели PI, IRR, DPP, срок окупаемости, простой срок окупаемости, показатели MEIRR. Я предполагаю, как преподаватель, что вы это знаете. Для этого мы, собственно, несколько ступеней разработали, потому что у каждого своя логика. Основы экономики, например, там экономический анализ. Например, рентабельность акционерного капитала, что на нее влияет. Оборачиваемый средств, рентабельность продаж, мультипликатор долга. То есть у каждого свой курс. Так вот, в разработке бизнес-плана, раздела, описание продукта, маркетинговый план, технический план, финансовый план. То есть я предполагаю, что вы знаниями оценки уже обладаете. Но этот расчет мы разберем. У нас групповое занятие. И понятно, что конкретно, если вы не понимаете значение писателя, я останавливаться не буду. Я для группы буду читать, мы будем дальше двигаться. Вот основную логику мы рассмотрим. Что такое, собственно, учет эффекта в разработке бизнес-плана, как правильно учитывается этот эффект, как неправильно. И каждому разделу будет посвящена определенная логика. Ну вот вы, например, знаете, как рассчитывается показатель АРР. Да, если вы пойдете на этот курс, мы перейдем к разделу показателя. Или вам нужно конкретно будет остановиться и объяснять. Это очень важно. Может быть, вначале основы инвест-анализа пройти, а потом перейти на это. Нет, вот важно понимать, вы знаете, как это считается. То есть на данном, сейчас я скажу, что не знаю, но через час я буду... Просто понимаете, вот приходит курс без предварительной подготовки, а потом говорят, что мы не можем нам тяжело на конкурсе. Пять лет назад я писал бизнес-план, я рассчитывал в финансовую модель, все эти внедрялся куда-то в банку. Вот, сейчас у меня это настало необходимостью, соответственно, пять лет прошло, выветрилось из головы. Обновить это не проблема. Ну тогда я рекомендовал бы вам предварительно вот за эту неделю ознакомиться, восстановить, потому что, еще раз повторю, я подробно останавливаюсь, на эти показатели не буду. Я предполагаю, что если вы на этот курс идете, вы уже полностью бизнес-план. А вот этот курс, но я все равно на этот курс не попадаю, а когда у вас будет следующий курс? Вот, а как вас зовут? Аркадий. Аркадий. Для меня вот интересна проблема именно о выборах площадки. сейчас аутсорс или своя. Вот для меня это острая проблема, поэтому я приехал. То есть вам нужно сформировать бизнес-план и привлечь финансирование под ваш проект? Или у вас... У меня как бы есть потенциальное финансирование, есть потенциальный бизнес-план. Сейчас стоит любая задача выиграть. А если у вас есть бизнес-план, вы этот эффект уже оценили в этом бизнес-плане? Да в том-то и дело, что оценить его со всеми рисками не представляется. А как же вы говорите, что у вас есть бизнес-план? Значит, у вас нет бизнес-плана? То есть бизнес-план есть, но пятилетний... Ну, словами. Словами без расчета. С расчетами, со всеми расчетами. Пятилетний данный, скажем. Ну, а что вам мешает, если вы когда-то его делали, а просто актуализировать его? Ну, посмотреть, показали какие инфляции, которые прошли за эти пять лет. Да нет, дело не в этом. Сравнение площадки своей, сравнение площадки чужой, упирается в то, что когда чужая площадка, вот какие риски она несет. Ну, это предприниматель, собственно, вы предполагаемые бизнесы должны сами оценить. У нас будет раздел риска, на экране, анализ рисков проекта, возможные виды рисков. Но конкретно к вашему бизнесу... Ну, это без разницы какая-то. Бизнес – это без разницы. Просто вот с какой стороны идти на чужую площадку, где риски их искать, скажем так, где их вытаскивать? Это понятно, что это. Да, анализ... Это твоя специфика. Анализ рисков бизнес-плана у нас будет посвящено 4 часа. Подробно, как их считать, если вас это интересует, то мы будем это проходить на курсе. Это тоже, и как их найти, и как их считать. Да. А скажите, пожалуйста, вот я сейчас просто командировал, я не попадаю на эти 20-30. Ну, смотрите, вы можете в индивидуальном, в принципе, разрезе пройти, можете индивидуально для себя сформировать, вот какие вам определенные. Может быть, вам не весь этот курс нужен, то есть вот не все эти 20 часов. Вот я приехал, чтобы понять, что мне нужно. Вот, может быть... Смотрите, если вы владеете навыками бизнес-планирования, вы когда-то это делали, вы можете, например, из этого курса, вот что вам, как бы, не сильно пока проработано в нем. Взять, например, модуль 3 финансовая эффективность бизнес-плана, модуль 4 анализ рисков бизнес-плана, 8 часов, и в индивидуальном формате, просто вот здесь, в индивидуальном формате договориться, когда пройти. Тогда бы я только для вас, собственно, занимался вашей моделью. То есть у нас же группа... Это вам нужно узнать здесь, собственно. Да, узнайте. То есть если вы когда-то действительно этого делали, если вы владеете необходимым инструментарием, показателями эффективности, смотрите, потому что в группе я ориентируюсь на группу. Вот сидит 20 человек. Да, 20 человек, конкретно я вот... По вашим проблемам я не буду останавливаться, для этого есть как бы индивидуальный формат. Но если вам действительно нужно полностью воспроизвести логику, еще раз сказать, как составляется маркетинговый план, как описывается продукт, сравнение, сильные и слабые стороны продукта, который лежит в центре бизнес-плана, ошибки при составлении бизнес-плана, которые я, собственно, проговариваю по результатам огромного количества защиты этих бизнес-планов, различных предпринимателей, работы в холдингах. И уже смотрю с точки зрения, как, собственно, это должно вам безболезненно пройти, выйти на защиту и привлечить на себя. Ну да, вот вы говорили, например, о банке, мы уже какие-то вопросы задали. Да. То есть у вас есть опыт, какие он вопросы. Да. Мы как бы вышли на защиту, но, собственно говоря, на этом и закончилось. Там, что банк спорта, где ваши, собственно говоря, поручители. Вот. Поручители не оказалось. Ну, какие-то подводные камни. Да, и на этом закончилось. Ну, то есть, а финансовую-то состоятельность вы защитили? Да, финансовую защитили. А поручители не нашли. И, собственно говоря, на этом все закончили. Вот. собственно говоря, а вот сейчас ситуация поменялась, потому что я не знаю, каким образом она поменялась. Вот. Но задачи сейчас другие поменялись. Сравно две площадки, свою и не свою. То есть, поэтому я приехал посмотреть, что вы можете говорить. А у вас получается в общем бизнес-плане и в общем... Не в общем, а полностью все разделы бизнес-плана. Ну да. Вот нужно привлечь деньги, открыть свое дело. Что делать? Какие необходимые разделы? Как его составить? Каждый раздел. В бизнес-плане 8-12 разделов в зависимости от, собственно, версии, как его делать. Понятно, что там должен быть маркетинговый план в основе всего. Что мы будем продавать? Это то, что мы будем продавать. Достаточно, чтобы вернуть мои инвестиции? И в каком горизонте? С каким сроком окупаемся? При каких показателях соотношения доходности и риска? Уважаемые коллеги, по вебинару Алексей, Павел, Татьяна, Владислав, есть вопросы по презентации? Задавайте, пожалуйста. Я в бегущей строке вижу, собственно, если что-то будете писать. Спрашивайте. Спасибо, Аркадий, тогда я сейчас уточню. Ну да, еще, собственно, мастер-класс идет, смотрите, спрашивайте. Еще раз, собственно, перейду к финансовой модели, которую мы делали. Мы рассматриваем логику расчета экономического эффекта, который заключается в отказе приобретения какого-то компонента, продукта на стороне, организации его производства у себя, сделав необходимые инвестиции. У нас в модели два года инвестиции. Далее идет сравнительный эффект. Если мы не будем покупать на стороне, а будем покупать всякого, какой возникнет экономический эффект с третьего года, с 21 по 23 год. Мы в нашем варианте, исходя из условий нашей задачи, еще раз обратимся к нашей презентации. Вот такой был у нас условный пример. Горизонт расчета пять лет. Известны такие следующие данные. Ставка налога на прибыль, ставка дисконтирования. И нужно было найти эффективность проекта с помощью показателя чистого дисконтированного дохода. И вот получился такой экономический эффект. С помощью показателя ЧПС и ставки дисконтирования чистого денежного потока. Помечу светом, что мы брали чистый денежный поток. И вот показатель ЧПС. Первый аргумент ставка дисконтирования. Второй аргумент диапазон чистого денежного потока с первого до последнего года проекта. Мы понимаем, что вначале инвестиционные данные со знаком минус, далее положительный поток, который должны через какой-то период времени вернуть наши первоначальные инвестиции. Вот в этом логика расчета. Далее мы с вами проговорили, что можно накидать для расчета эффективности три сценария – оптимистичный, пессимистичный, нейтральный. При оптимистичном будут самые большие объемы экономии, при пессимистичном – самый маленький, и при нейтральном – где-то посередине. И вот, собственно, вы должны в вашу презентацию включить логику расчета по всем трем вариантам, презентовать результаты расчетов кредитному или управляющему комитету банка для рассмотрения вашего бизнес-проекта, либо, если вы работаете в холдинге, для вынесения расчетов на рассмотрение акционеров, управляющего директора, инвестиционного директора в зависимости от организационной структуры. В вашей компании семинары идут «Основы экономики», «Основы инвест-анализа», «Инвестиционный анализ для профессионалов», «Разработ-бизнес-план». Они чередуются, но я, конечно, рекомендовал бы, чтобы на этот курс вы предварительно основы инвест-анализа. Но если вы не обладаете необходимым багажом знаний, тогда приходите. В любом случае, я практик, каждый курс вам будет полезен. Собственно, мы смотрим отзывы, анализируем анкеты слушателей, и, собственно, по этим анкетам корректируем курс, чтобы он максимально практичный. После каждого курса, собственно, высылаются на электронной почте правильные ответы по всем практическим заданиям. На каждый блок нашего семинара 20-часовой практические задания. Предлагается какое-то время вам прорешать самим. Мы рассматриваем правильный ответ, и в конце я еще высылаю после каждого дня на электронную почту слушателя. Всегда можно задать вопрос, что-то непонятно. По истечению времени нужно применить что-то к вашей конкретной ситуации в компании. Задавайте по электронной почте вопросы, будем разбираться. Спасибо, Николай. Спасибо. Все необходимые вопросы можете вот здесь узнать по оплате. Но вам, скорее всего, я бы рекомендовал индивидуально выбрать какие-то модули. Или можете со всех курсов вы собрать себе программу, солянку. Чем, как говорится, с вами позаниматься. И мы будем практические примеры друг напротив друга, если я буду только с вами заниматься, без группы. Смотрите, что вам лучше. Так, Павел Владислав, Алексей Соболев, у вас есть вопросы? Собираетесь вы на ближайший курс у 23-го идти? Вы какие бы курсы вообще хотели пройти? Что вам интересно? Вот практически пример мы разобрали. Одну какую-то там сотую часть вообще возможных расчетов. Вам это интересно? Напишите, пожалуйста, в чате. Владислав. Павел, вижу, написал. Вот Владислав и Алексей Соболь. Напомню, коллеги, программу курса. Подготовка и защита бизнес-плана. Модуль 1. Что такое бизнес-план? Мы этому посвятим 2 часа. Модуль 2. Сбор информации, алгоритм составления бизнес-плана 8 часов. Модуль 3. Финансовая эффективность бизнес-плана 4 часа. Часть возможных экономических расчетов, чтобы вы понимали, мы с вами разобрали вот в этом примере. Оптимистичный, пессимистичный, нейтральный сценарий. Далее мы перейдем к разделу на рис рисков бизнес-плана. Этому посвятим 4 часа. И основу презентации, проверки параметров сходимости числового ряда бизнес-плана посвятим этому 2 часа. Пока только в перспективе. Павел, тогда я рекомендую вам, напротив моей фамилии, найдете преподавателя Диденко, Аркадий Анатольевич. Смотрите, какие курсы есть. В принципе, расписан в ближайший год 4 курса. Основы инвест-анализа, инвестиционный анализ для профессионалов, разработка бизнес-плана, основы экономики. В зависимости, какой анализ вам нужен. Мы еще сейчас работаем над курсом оценка бизнеса. Многие работодатели требуют, чтобы сотрудники экономических подразделений владели навыками оценки бизнеса. Сравнительный подход, доходный подход, затратный метод чистых активов. Определение стоимости бизнеса при покупке и продаже компании. Как вести переговоры о покупке и продаже. Продавать, покупать бизнес с инвестицией, без инвестиций. Следите за нашими анонсами. Ну а текущие курсы вы можете пройти, в зависимости от того, какая у вас потребность. Приглашаю вас на наш курс, который стартует 23 марта в центре Полежаевский. Центр специалист при МГТУ имени Баумана за экономическими знаниями. Будет очень интересно, приходите.